всем добрый вечер сегодня в гостях у валерия белого режиссера мастерской театра мастерская театра белого пригласили меня в гости на чай вот это мы смотрим щукинская театральный институт театральный институт имени щукина вот теперь в городе днепропетровске создал свой театр построил свой театр и теперь делаем спектакли пытаемся создать репертуарный план театра и подготавливаем спектакли к показу вот мы с дмитрием сделали уже четыре моноспектакля это первый моноспектакль у нас был маленький принц дима никогда не занимался мастерством актером он был спортсменом закончил наш институт физкультуры дима петровский вот работал грибцом у него были накаченные мышцы и вот когда пришел вот примерно такие как у меня здесь стало не больше это маленький и когда он пришел стал заниматься театром конечно пришлось очень много над собой работать переформатировать мозги переформатировать много чего в себе вот на сегодняшний день мы уже имеем четыре спектакля все начиналось с маленького принца когда ему предложил он конечно не знал что это такое когда он понял что это моноспектакль один из самых сложных жанров театра отказываться было поздно он уже выучил текст и мы дошли до финала и получился у нас такой спектакль всегда уделяясь как выучиваете весь этот текст это же моноспектакль это монолог мы выучиваем все очень просто никто в театрах почему-то не не хочет взять одну очень простую вещь необходимо первоначальное чтобы психическое состояние то есть все должно идти текст должен идти не от головы а текст должен идти от души от сердца внутренние вибрации ну да это психическое состояние оно заставляет нас двигаться действовать движение действия а действие психическое состояние уже рождает слово то есть слово является теретичным вот это это некий такой треугольник в котором психическое состояние является вершинкой действие является еще одним углом и слово это уже третий угол и вот когда мы составляем эту этот треугольничек то получается актер очень легко запоминать слова они со они сами ложатся они ложатся потому что у него есть психическое состояние у него он помнит действие если даже забываются слова то психическое состояние действия напоминает эти слова поэтому учить таким образом очень очень легко даже в актерах у нас есть тот глаз Бога ну да мы говорим так частица Бога и частица Бога его находится вот в том что мы называем душа то что у нас сердечная чакра как эти говорят то есть либо наш светильник центральный то есть Дмитрий является полностью учеником Валерия Белова его ученик с нуля и он же играет все моноспектакли ну кроме пока не все вот мы уже сейчас взяли мы сейчас готовим еще несколько моноспектаклей где уже не Дима другие будут играть но Дима у нас как бы первыми с Димой начали вот этот эксперимент сначала с моноспектакля потому что ему очень сложно было входить он так как он не имел опыта театрального мы не знали сколько времени понадобится для того чтобы вот открылась это психическое потому что у нас по жизни мы живем так что у нас ум наш он давлеет над нашим телом и оно он все время наше тело пытается подчинить себе и это неверно по сути дела потому что ум должен быть слугой в маленьком принце и называется приручить лиса вот лис это и есть ум и когда мы приручаем лиса то есть делаем его слугой и как слуга он должен помогать нам телу и это очень очень важно для того чтобы созрел актер открылась психическая бывает для одного это необходимо там пять минут а кому-то это открывается годами Диме было очень сложно он прошел он пришел в театр зрелым человеком и у него было очень много своих наработок своих ошибок по детству как у каждого из нас комплексов которые не позволяют открыть открыться психическому ведь Станиславский же тоже говорит что все мастерство актера это освобождение от физических и психических зажимов и все когда человек свободен он играет превосходно почему он и говорит учитесь у детей дети они свободны у них еще нет тех зажимов которые нарабатываем мы по жизни и поэтому чувства безусловные у них да они живут они живут на сцене когда ко мне приходят и я когда преподаю студентам то я сразу говорю что мы будем с вами учиться на сцене жить а в жизни играть потому что на сцене играть нельзя да знаете я вчера была в костюле Гаврилова в храме Иосифа и там детки так ангельски поют вот взрослые уже так с большой школой не будут понимаете потому что у них уже есть как надо куда надо куда послали это действительно ангельское изучание деток которых еще никто не испортил и не обучал ну да они поют сердцем да они не умом они сердцем поют у них еще ум не превалирует над их телом и тело пока еще свободно и вот когда свобода тела это как бы главное для актера мой педагог Шульга Любовь Евгеньевна она всегда говорила что надо быть актер это человек без кожи это оголенные нервы то есть вот постигнуть то состояние когда у тебя любое изменение предлагаемых обстоятельств сразу на психическом дает изменения вот это как раз очень важно а мы же в жизни у нас учат жизнь учит нас не показывать наши внутренние эмоции переживания мы все время скрываем скрываем эмоции надо сдерживать сдерживать а здесь как раз наоборот надо все открыть открыть сердце свое тогда зритель зритель это будет воспринимать если же мы закрыты и просто говорим текст ну знаете это же есть как актер он или цепляет или не цепляет или у тебя мурашки или их нет это как раз и характеризирует веришь ты или не веришь это не способности актерские это как раз вот эта энергетика да это как раз и есть цепляет это значит он может достучаться он цепляет зрителя своей энергией то есть происходит взаимообмен либо его нет либо между зрителем и актером существует стена непроницаемая то есть перцы с высочайшей вокальной школой но слушаешь и не интересно ну да а есть намного попроще кто говорит ой там фальшиво поет а зритель интересно он загорается он живет ну или спасибо ну как то вот так я когда преподавал в консерватории я же открыл сделал несколько открытий вот и одно как бы из открытий то что шалябин говори оперное искусство оно возникло из драматического искусства то есть был драматический театр потом был поэтический театр и только после этого появился оперный театр То есть оперное искусство необходимо всегда оно должно основываться фундаментом быть на психическом то есть это психическое состояние психофизическое действие И поэтому необходимо, до того, как учить ноты, необходимо проработать литературный материал. Вот если, допустим, оперу или мы песню берем. Я с ребятами что стал делать? Я брал, если у них какая-то песня или ария, мы брали текст и пытались через этот текст осмыслить, какая же там картинка зашифрована драматургом, либо либретистом, либо поэтом, песенником. И когда мы это начинали раскручивать и реализовывать на сцене, и когда они понимали, какое у них психическое состояние и какое действие, я им тогда говорил, ну а теперь вот Мурлыч. Вы сейчас раздал, вы говорите о служанке-госпожа? Нет, 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 я говорю сейчас о том, как я преподавал в консерватории. Недавно вышел новый спектакль «Служанка-госпожа», где участвовали наши оперные тексты. Но это я попозже сейчас расскажу. А это был мой тогда работа в консерватории. Я в 2004 по 2007 год преподавал в консерватории и учились. Наши солисты вас помнят и говорят, что вы очень такой щепетильный, вы по многу раз прорабатывали сканды. Я не просто щепетильный, если говорить о Назаре Немченко, который вот был на курсе, ну с моей точки зрения вообще самый зажатый. Он сейчас самый разжатый тенор, он уехал из нашего театра. Я знаю, да, он сейчас в Воронеже, я был в сентябре, я был у него в гостях. И так вот он мне признавался потом, что у него было желание меня просто прибить, потому что я его постоянно то по спине ударю, то ущипну, то или еще что-нибудь. Мне приходилось вот эти зажимы из них вытаскивать и фактически неким таким воздействием. Как говорим, у Станиславского же есть как бы две системы, а вот сразу как раз тоже то, чего многие не знают. Все говорят, что мы работаем по системе Станиславского. Но Станиславский в 37-м году он собрал студию и сказал, что все, что я написал, это полный бред. Он написал это, будучи в Америке, они поехали на гастроли и там провалились гастроли, и у них не было денег вернуться в Советский Союз, на тот период времени уже Советский Союз. И поэтому Станиславский, его раскупили, его книгу «Моя жизнь в искусстве», которая была вся на ошибках, а для американцев, человек, который признает свои ошибки, это был нонсенс, они раскупили его книгу «Моя жизнь в искусстве», издатель второй раздел, издание второе тоже раскупили. И тогда он пришел к Станиславску и говорит, пишите, вас покупают. И Станиславский пишет «Моя жизнь в искусстве», вот после «Моя жизнь в искусстве», он пишет в Америке «Работа актера над собой» и «Работа актера над образом». И в 1937 году, когда он сюда возвращается, на эти деньги, на гонорар, они приехали сюда, в Советский Союз, у него здесь тоже сложная судьба как бы была, потому что Немирович Данченко, это тоже гостайна о врождении Немировича Данченко и Станиславского, это редко кто знает, вот, я это знаю, потому что мы общались в Москве со Смелянским, а он как раз занимался вот этими вопросами, он был библиотекарь МХАТа, и он курировал, как раз он достал все эти архивные данные, и обнародовал о том, что между Станиславским и Немировичем Данченко был жуткий конфликт. И когда в 1937 году вот он набрал свою студию, последнюю студию, он сказал, что вот все, что я написал, это полный бред, мы будем изучать систему, потому что я написать не могу, но я постараюсь вам передать, что есть моя система. Но в 1938 году он умирает, а на самом-то деле его убивают, это было убийство, это тоже как бы никто не знает, это вообще на сегодняшний день пока для многих тайна. Вот, его убивают, и ученики его последней студии так и не поняли, чему же он их обучал, потому что Кедров и Мария Осиповна Кнебель говорила, что он нас обучал методу действительного анализа, а Кедров и Топорков, это художественный руководитель и директор МХАТа, они сказали, пошла вон дура, он нас обучал методу физических действий. То есть выгнали ее из МХАТа, и она пошла преподавать в ГИТИС. И слава богу, как бы она там воспитала целую пляду учеников, которые уже ученики вот этой вот последней студии, которые метод действенного анализа как бы пытались воплотить. И я и вот Владимир Евгеньевич Петренко, мы как бы как раз вот это пятое поколение этих учеников. Но дело же не в этом. Я к чему говорю, что вот у него есть метод физических действий. И вот этот метод физических действий, он помогает, если у актера не работает психическое, то можно физическим воздействием заставить это психическое у него, чтобы оно заработало, чтобы оно открылось и начало. Поэтому мне иногда приходилось их подхлестывать, подшлепывать, дрессировать. Я просто помню, как Любовь Евгеньевна Шульга, еще на первом курсе, я когда поступил, я работал в цирке много лет, был акробатом. Нашим? Не просто? Нет, я в московском. Система Союзгосцирк, она была в Москве, а мы ездили по всему Советскому Союзу и по всему миру. И поэтому я очень много ездил по другим городам, я всегда ходил в какие... Я всегда в любых городах посещал театры, я посещал музеи, всевозможные выставки, ну и смотрел всю архитектуру, смотрел достопримечательности города. Кроме всего, вы акробат. Да, я еще акробат, я училище цирковой страны искусства, я с отличием закончил. Поэтому я знаю все жанры циркового искусства, плюс клоунаду, дрессуру и иллюзию. Да, поэтому, когда мы взяли принцессу цирка, то я как раз всю эту закулисную часть очень хорошо знаю, как она происходит. Так вот, поэтому, когда я стал работать с ребятами из консерватории, конечно, для них это было совершенно неожиданно, когда мы подошли к тому, что сначала мы разбираем драматургию, а только потом, когда мы уже поняли, какую картинку зашифровал драматург, либо поэт, песенник, либо либретист, то мы уже тогда смотрим, а как композитор подошел к этому материалу, что он привнес нового, то ли как он уже какую картинку зашифровал, потому что предлагаемые обстоятельства, это всегда изменяющаяся картинка, предлагаемые обстоятельства, это никогда не константы, это нет статики, все время изменяется, все время течет, все время что-то происходит. Да, но для студентов неподготовленных, они еще не готовы это пропустить через себя, и они ждут, что вы им покажете, как это сделать. Нет, ничего подобного. Понимаете, ну я сейчас вспоминаю себя, 15 лет назад. Нет, 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 они очень прекрасно понимали. Я помню, спрашивала режиссера, который наступил в консерваторию, говорю, как мне упасть, я играла в Виолетту, да упади, как тебе упадется, и вот они никогда не забудут. Я же могла себе что-нибудь сломать, а я хотела, чтобы это так было правдиво. Леся, то, что ты сейчас говоришь, это пластика движения. Я в свое время, когда мы были на Фонтанке с цирком, работали, у нас 9 месяцев были гастроли в Ленинграде, а недалеко там как раз Лгитник. И вот мне еще повезло, когда я застал Коха, и я туда ходил, очень часто ходил на занятия к Коху, я смотрел, наблюдал, все это как происходит, и он мне подарил книгу, к сожалению, она не сохраняется, она у меня осталась там у родителей в России. То мы с ним как бы очень так сдружились, и я ему что-то новое. Поэтому падение, вот все кувырки, акробатика, все, что связано с движением, это целая как бы наука, которую тоже надо изучать. И мы на сегодняшний день тоже вот с Димой какие-то вещи пытаемся, Дима занимается, до сих пор сейчас активно стал заниматься спортом. Сережа Гаврилов, который вот в служанке госпожи, он тоже начал заниматься спортом. Да, он бегает. Да, Назар Немченко, он тоже занимается спортом. Дима в чайке летает, с одной кулисы перелетает в другую, это полеты, это почти цирковые трюки. То есть, это тоже отдельный жанр, который тоже необходим актеру. У актера вообще тело это целый сложнейший инструмент. И этим инструментом надо уметь пользоваться, нужно уметь его держать в чистоте. Это самое вот главное и самое сложное. И театр, вот смотрите, опять же театр, что такое театр? Это зеркало. Зрители приходят в театр, чтобы увидеть себя, свои проблемы, свои недочеты, как в зеркале. Вот мы утром подходим к зеркалу и смотрим, что у нас в порядке, все ли у нас в порядке. Мне кажется, что они не хотят увидеть проблемы, если их жизни хватает. Они хотят увидеть, что у актеров, все-таки людей, высших духовных, тоже есть такие же проблемы. Конечно, работать никто не хочет над собой работать. Никто не хочет заглянуть вглубь себя, смотреть на себя, понимать себя со стороны. Страшно заглянуть, знаете, какое накопаешь. Вот была передача, она называлась «Званый ужин». Я помню вот это еще. Я не знаю, смотрите телевизор. Нет, не смотрю, но тогда вот я, да, у меня тогда еще была возможность, как бы я так, а почему я посмотрел? Потому что у меня там ребята, которые, клоуны в цирке, они там тоже участвовали в этом вот «Званом ужине», и они меня попросили, говорит, посмотри со стороны, вот. И мне пришлось, как бы, посмотреть вот эту передачу, чтобы… И я вдруг понял, что огромное количество людей вообще не понимает и не может оценить себя адекватно. Они думают, что у них, как бы, все замечательно, все здорово, а на самом деле у них есть проблемы, о которых они даже не подозревают. Им кажется, что они замечательно, они замечательно все сделали, создали такой уют, все им поставят по десятке, а им ставят три. И они в шоке думают, как же так, ведь все было хорошо. Это говорит о том, что они не оценивают, не видят себя со стороны. И мы еще натолкнулись, тоже с Димой, когда работали, мы поняли, что иногда даже, когда мы говорим какие-то слова, то нас воспринимают совершенно по-другому. То есть, тоже происходят какие-то изменения, мы думаем, что… Искажения, да. То есть, мы думаем, что мы сказали вот так, а нам говорят ответ, приходит, что нас поняли совершенно по-другому. У нас не говорится, я в ответе за то, что я говорила, а не за то, что вы подумали. Каждый же воспринимает через призму своего сознания. И интеллекта, правильно? Да. Нет, это когда вопрос стоит о восприятии информации. Но, по-другому, бывает так, что мы даже иногда, мы в своем сознании понимаем так-то, и когда мы говорим, уже происходит искажение, и мы даже этого не понимаем, что искажение. То есть, в сознании у нас одно, а по выходу уже до человека идет другая информация. Человек находится на других вибрациях и просто не воспринимает… Нет, просто… Нет, там очень сложный механизм, очень сложный. Мы только-только сейчас пытаемся подойти к этому, но на самом деле это зависит от многих факторов. Допустим, у меня это давление ума. Было очень сильное давление ума. Я вот думаю одно, и мне кажется, что вот так. Ну, допустим, есть люди, которые жалуются на кого-то. Деструктивные люди. Да, деструктивные люди. Вот они думают, что вот, вот человек, вот такой-то, такой-то. И они рассказывают, что вот этот человек, ведь он такой-такой плохой, он такой плохой. И они даже не думают, что их оппонент, их воспринимают, но если тот человек плохой, значит, а ты-то чем лучше. И ты же о себе говоришь, ты же можешь зеркалить, только ты видишь то, что есть в тебе. И ты, конечно. Мы же, и все, и этот человек сразу о себе говорит, он думает, что он рассказывает о ком-то, на самом деле, он рассказывает о себе. Даже сам не осознает, что он на самом деле рассказывает о себе. потому что он замечает других только то, что есть самым днем. Ну да. И вот, а умение правильно построить речь, я же не умею говорить, я почему никогда, нигде стараюсь не выступать, я очень плохо говорю, ну я считаю. И поэтому, я всегда стеснялся высказывать речь. Я работал 15 лет, проработал в цирке, а в цирке мы всегда молчали, то есть мы разговаривали телом, мы разговаривали трюками. И какой бы трюк не был сложный, мы должны были улыбаться, то есть внешний рисунок был красота, легкость, а ты знаешь, ты придешь, не придешь, ты после третьего сальта, куда ты попадешь, на голову, или ты на ноги встанешь. Внешне они соответствуют внутреннему. Да. И многие, мы так и живем. Вот, когда мы стали, я стал заниматься мастерством актера, ведь на первом курсе, да, Любовь Евгеньевна, у меня втыкала иголку, там, такую огромную, цыганскую, и говорила, чувствуешь? Я говорю, чувствую. А что не реагируешь? Я говорю, а надо? Она, все, я не знаю, что с ним делать. Все, я не знаю, пожалуйста, возьмите его кто-нибудь. Я приносил, у меня фантазия бурлил, я придумывал огромное количество этюдов, но это все был такой наигрыш, это было все в таком неестественном состоянии, поэтому мне легче, я через это прошел, и теперь, когда актеров, я вижу актера, я знаю, как ему помочь. Мне повезло, что я очень много видел разных спектаклей в разных городах, в разных театрах, я очень насмотрелся много, запоминал все это, что-то мне нравилось, в основном, конечно, не нравилось почему-то, и я долго не мог понять, почему вот я смотрю, а мне не нравится. У меня еще тогда не было понятия, что можно быть режиссером, я это смотрел, как артист цирка, и я не мог принять там неестественную игру, хотя сам был в страшном наигрыше. И это тоже вот еще такая вещь, иногда мы умеем научить, но сами этим не обладаем, и зачастую мы учим людей, когда сами в этом ничего не понимают. Он говорит, кто умеет делать, кто не умеет учить, вы тоже сейчас видите эту аксиому, да истичную игру. Ну, бывает. На самом деле, мне нравятся ваши спектакли, очень философские, очень глубокие, и действительно не похожие на другие спектакли, потому что в комментариях под видео с прошлых юбилей, помните, да, меня там впереди, говорят, после Линкома этого Гамлета я не воспринимаю, ну, конечно, там какая-то классическая, версия, здесь другое прочтение, и конкретно видение Валерия, и оно по-своему имеет право быть, и кто его понимает, но на самом-то деле она очень философски сложная. Ну, нет, на самом деле, сейчас, на самом деле чуть-чуть все не так, просто мы, опять же, вот, если взять историю, да, мы сто лет жили под совершенно другим восприятием всей драматургии, то есть у нас раньше в Советском Союзе очень сильно доминировала МХАТовская школа, и никакой другой театр просто не допускался, тогда ведь на заре 20-го, 19-го, 20-го века было же огромное количество течений театральных, ведь не только МХАТовская, Станиславский, с Немировичем, Данченко, там же были Таировы, там же были огромное количество Мерхольд, своя школа, своя направление, и много-много других направлений, которые, которые совершенно по-разному воспринимали, огромное количество было эзотерических учений, то есть Вахтангов, да, с Михаилом Чеховым, это же фактически это эзотерики, и Станиславский сам занимался эзотерикой, ведь что такое общедоступный театр, и к чему вот мы тоже стремимся, мы стремимся как бы тоже стать общедоступными, чтобы на каждом уровне сознания человек, находящийся на каждом уровне, на любом уровне сознания, приходя в театр, получал что-то для себя очень важное, ценное, чтобы он не просто так потратил время, деньги, ну, самое главное, да, жизнь, время свое, чтобы он получил взамен такое, ценнейшее, которое он нигде бы в другом месте не сможет получить. Что сделает его лучше, и вознесет нас чебель выше. И поэтому мы пришли к очень такому интересному направлению театр, фритчевый театр. То есть, нам нравится, когда есть непрямое, какое-то, неплоскостное решение, решение спектакля, произведение в спектакле, а вот оно имеет глубинный смысл. И чем глубиннее это смысл, тем нам интереснее, когда мы это раскрываем, расшифровываем и вдруг находим, вытаскиваем. То же самое ведь я занимался и в консерватории. Я также брал песню, казалось бы, простую, и вытаскивал из нее то, чего никто раньше не видел. Поэтому, конечно, Нона Андреевна тогда прибежала, помню, ко мне, говорит, почему вы занимаетесь вокалом? Вы педагог, мастерство актера. А я говорю, я не занимаюсь вокалом. Я занимаюсь мастерством актера. Мы через мастерство актера вытаскиваем действия, которые позволяют очень точно попадать в ту ноту, не только в ту ноту, а еще в обертона той ноты. Потому что, когда я со своей вот этой системой прослушал огромное количество певцов оперных, которые поют очень грамотно с точки зрения нотной грамоты, но в обертонах они фальшивят. Потому что действие, оно позволяет, оно оказывается, действие связано как раз с нотами. И когда ты находишь правильное действие, которое заложено драматургам и композиторам, ты попадаешь в эту ноту, даже если ты ее никогда не мог раньше брать. В резонанс попадаешь. Да, ты попадаешь вот четко, точно, точно, точно. правильно, тогда нет зажимов, тогда все понятно, все естественно. Что естественно, то не без оргазма. Ну да. Я тогда открыл, что вот в октаве не 12 нот, как нам рассказывают, а раньше было 144 ноты. Каждая нота еще делилась на 12 нот. И на сегодняшний день это еще до Баха было? Да, Бах как раз вот, Бах еще он чуть-чуть, он упростил. С моей точки зрения, что музыка вот до вот это, то, что нам рассказывают, классическая музыка, это уже было упрощение, это уже было изменение. То же самое, как и театр. Он изменился. Вот с Древней Греции, с моей точки зрения, это не начало развития театра, а это начало упадка театра. Почему? Попытаюсь объяснить, если хотите. Вот устройство Древнегреческого театра каким образом обстоит? Вот была орхестра, дальше была схена, на схене было три входа, центральный вход, два боковых. И здесь вот сидели зрители, как бы амфитеатром сидели двенадцать рядов и сидело огромное количество. То есть Дионисии, когда устраивались, это все жители города приходили, рассаживались и три дня вот им показывали спектакль. И вот вопрос, а что такое вот этот Древнегреческий театр? На орхестре стоял жертвенник. Если мы возьмем там начало как бы этой Древнегреческой трагедии, допустим, Прометей прикован то есть он стоял на этом жертвеннике, стоял Прометей, он был в маске на Катурнах и вот нам рассказывали, что маска Катурны для увеличения роста, маска для того, чтобы был рупор, можно было на двадцать четвертый ряд там амфитеатра, чтобы было слышно там был этот а я тогда сказал и когда поступил в Щука сказал, что ну мне кажется там совсем другое предназначение и я выдвинул теорию, что маска это до Древней Греции был Древний Египет, а в Египте маска клалась на умершего, то есть маска это говорит о том, что этот человек умерший и на Катурнах, потому что он не ходит по земле, он дух, он между небом и землей, он не касается уже стопами земли, вот это тоже умерший, который рассказывает историю, трагедию своей жизни, историю смерти, и поэтому вот это была орхестра, здесь был жертвенник, и хор, то есть Прометей был прикован на этом жертвеннике, как на горах Кавказа, и хор ходил, как бы пел, а актер стоял в статике прикован за это, и вот теперь вопрос, смотрите, три входа, вот где у нас существует три входа и жертвенник? В храме. В храме. А где народ в храме? В храме. С какой стороны? Он где жертвенник, или он за этими вратами? За вратами. То есть народ в храмах не пускается в жертвенник, а в Древней Греции что сделали? Их всех пустили вот сюда в жертвенник, они все приносят жертву. То есть этот актер, он жертва. Дальше как бы театр стал древней гереческий, там уже появилась орхестра, уже стала кругом, и уже жертвенника нет. Но сюда уже хор не выходит. То есть все актеры появились, там два, три актера, они уже начали действовать, они уже и вот вся орхестра это жертвенник. Хор находится на орхестре, то есть на скеле. также во входы, и опять все жертвы, опять льется кровь, спаивает вином, обливает кровью, то есть такие кровавые жертвоприношения. То есть вот это вот. Дальше как Древний Рим, он берет этот театр древнегреческий и идет дальше, он берет как бы сначала появляется комедия, да, и в Древний Рим тоже берет комедию, но идет дальше, он берет строить амфитеатры. Амфитеатр это когда вот арена уже, зрители вокруг сидят, вот это вот вход центральные и боковые, они выносятся в городе в виде триумфальной арки. Весь город уже жертвенник, и здесь люди тоже приходят жертву, и здесь на амфитеатре идут гладиаторские бои, то есть идет жертвоприношение, то есть люди убивают животных, либо животные убивают людей, либо люди убивают людей, и там все голосуют либо убить, либо спасти, то есть вот а это есть театр, это тоже театр, это все одно направление, то есть это уже на сегодняшний день, вернее тогда в Древнем Риме уже весь город стал жертвенником, на сегодняшний день ничего у нас не меняется, все населенные пункты строились по этому принципу, были дороги к центру, центральная площадь, на этой площади стоял фонтан или обелиск или еще что-нибудь, жертвенник, в Львове есть площадь рынок, все дороги ведут на площадь рынок, а в Днепре что-то я так не наблюдаю, все дороги ведут в Миноре, что ли, в Казанье по городу стоят за стрелочкой, разве что так, наявите, ну у нас город уникальный в этом плане, да, он здесь они давно как бы селились и вот то, что сейчас происходит, ну у нас сейчас война идет, видим, вообще в стране, Луганск, Донецк, там идут военные действия, это тоже все жертвоприношение, что такое небесная соня, это тоже жертвоприношение, у нас жертвы опять продолжаются. И ради чего? Да, только кто устраивает эти страты. Ради чего? это уже денег некоторых дядей, да? Карабаса какого-то. Деньги тут вообще ни при чем. Деньги это все инструмент, это все средства. Есть заказчики, им необходимо это, чтобы происходило. Есть миром управляют некие архонты, кто говорит, маги, кто по-разному. Масоны. Масоны, есть как бы кто управляет миром, кто стоит за всем этим. вот у нас дядя Ваня тоже как бы очень спектакль дядя Ваня, мы же открыли вот эту всю систему механизма управления, как все происходит. У нас есть там интересный спектакль я смотрела. Ну да, этот спектакль конечно в Щуке, я им защищал диплом, в Щукинском. Да, в Щукинском. Ну мы все называем Щуком, уже как бы привыкли, что Щука это такое вот ласковое название этого театрального института имени Щукина, Бориса Щукина при театре Вахтангова. Она сокращенно называется Щука. И вот тогда для них тоже был нонсенс. Мы же привыкли уже сто лет, что вот только так воспринимают Чехова. И когда я сказал, что исходное событие это инцест, для них конечно был это шок, потому что они все время это скрывали, для них это неприятно. Но когда я им сказал, что вас так раздражает и вдруг об этом не принято было говорить. Да, не принято говорить, но тогда давайте у нас половина античной драматургии именно об этом, ну давайте тогда ее выкинем. Ну, что есть, то есть. И вот просто когда ты понимаешь, что в дяде Ваня, он же пишет сцены из деревенской жизни. и вот тогда я задал вопрос, мне начали говорить, что я не щукинец, что это не щукинская школа, что это такое, вообще там совершенно другое прочтение, и вообще он не понимает, что такое жанр, и я вышел на ученый совет и задаю вопрос, расскажите мне, вот Чехов называет дядю Ваню, дает жанр сцены из деревенской жизни, что это за жанр, как его играть, вот все играют сцены из деревенской жизни, что Чехов не знал жанра, он не знал, что существует комедия, трагедия, драма, он что, почему он обозвал дядю Ваню сцены из деревенской жизни, а все оказалось просто, тогда не было как сегодня триллеров, когда смешение жанров, Чехов создал произведения, где у каждого персонажа свое отношение к проблеме, потому что жанр это угол зрения на данную проблему, и у каждого совершенно может быть свое определенное понимание этой проблемы, для одного это трагедия, а другой смотрит, он смеется над этим, а третий ему сочувствует, у него драма, и вот это смешение жанров в дяде Ване, очень четко прописано, и это раньше никто не понимал, второе, никто не понимал, что какая роль Елены Андреевны, то есть все считали, что вот Серебряков, да, он такой противный, он этот, он такой изверг, издевается, всех мучает, все за ним должны ухаживать, и никто не понимал, что Серебряков это это еще такая не более не сильно страшный персонаж, более страшный персонаж там Елена Андреевна, которая красивейшая, в которую влюблены дядя Ваня, в которую влюблен, которая нравится острову, и он начинает за ней, он приезжает вообще для того, чтобы посмотреть на эту красивую женщину, и это его, и дальше он остается и пытается с ней заигрывать, хотя знает, что дядя Ваня ее любит, и она нравится, то есть там очень интересное хитросплетение, но никто никогда не думал, что это произведение еще детектив, потому что никто никогда не рассматривал, что если, что бы произошло, если бы удался план продажи имения, вот если бы Серебряков с Еленой Андреевной продали имение, устранив дядю Ваню, из этого выкинув, и дальше деньги положили на процентные бумаги, а Войницким купили бы в Финляндии дачу за 2-3 тысячи, а 2-3 тысячи, а 2-3 тысячи, это на сегодняшний день несколько миллионов долларов, положили бы в банк, и на эти проценты жили бы. Но есть вопрос, никто никогда не задумывался, а что станет, кому достанутся эти деньги, вдруг Серебряков умрет каким-то образом. Никто не задумывался, как умерла Вера Петровна, мама Сони, то есть, что с ней произошло год назад, каким образом она, почему не дождавшись траура, Елена Андреевна Серебряков выходит, женится на Елене Андреевне. То есть, и вот, когда мы собрали все эти пазлики, то получилась очень интересная система. Я сейчас смотрела этот спектакль, я себе по-другому свои пазлы вообще складываю. Да, да. Надо еще раз посмотреть. Да, потому что... Тогда это крикененько это восприняло, и очень смело, думаю. сейчас мы уже очень четко выстроили, что Серебряков и Елена Андреевна, это некие такие рептилоиды у нас. это уже тема не одной пьянки. Мы делаем... Валера увлекся очевидно, сильно вставить. Я человек верующий, понимаете, я не хочу в это верить, но я... мы просто поняли, а вот как назвать этого человека, который живет за чужой счет? Ведь они ничего не делают. Падла! Если мужик, это альфуанс, понимаете? Ну вот, ни Серебряков ничего не делал, за него писали диссертации, его сделали профессором, защитили... То есть, дядя Ваня, 25 лет, из-за того, что 5 минут они поиграли с сестрой, сестра забеременела, они 25 лет пахали на этого... Как его красиво назвать? Не обидно. 25 лет на него пахали, чтобы он спокойно жил там все припеваючи, имел любовницу, делал, что хотел, эти деньги пропивал, а они тут голодали. Из копеек собирали тысячи, чтобы послать ему, а он там жировал. И когда вдруг туда приехала Вера Петровна и увидела, что ее муж там с любовницей семнадцатилетней живет, ну, тогда семнадцатилетней, ну, тогда 27 лет, не важно, 26 лет. А она устроив скандал, ну, что, те берут ее, отправляют на тот свет. Дядя Ваня, догадавшись об этом, естественно, перестает посылать туда деньги, и тогда они приезжают продать это имение, потому что продажа имения, оно не в третьем акте, а оно в самом начале они приезжают сюда с задачей продать имение. Тогда понятно, что они делают, зачем они, Вера Елена Андреевна влюбляет себя в дядю Ваню, спаивает его, и дальше приглашает доктора, чтобы он дал им бумажку о том, что дядя Ваня недееспособен, чтобы его вычеркнуть из продажи, чтобы он не участвовал в продаже имения, чтобы он не мешал им продать имение. И когда им это не удалось, то есть его величество случай вмешался, и пока они гуляли, осматривали имение, вдруг дядя Ваня встречается с Астровым, с доктором, и все, и у них срывается план продажи, они не могут теперь предъявить, сказать, что дядя Ваня недееспособный, он вообще, видите, никакой, он вообще весь в помете, от него воняет, он вообще не человек. Это мы с вами разобрали один спектакль. Сколько спектаклей более? Ну, вообще, у меня уже много спектаклей поставок. которые в данное время идут в вашем театре периодически, которые зритель может прийти и посмотреть. Ну, «Маленький принц», вот «Нежданчик по-взрослому», это второй спектакль, Димин, дальше «Евангелие от Иоанна». Это очень смелый спектакль, самый смелый спектакль. Это же не по чьей повести, это ваш пост. Это, мы взяли «Евангелие от Иоанна» и вот как есть, но потерп. И сам Лилий написал? Нет, ничего не писал. Мы взяли вот как один, мы ничего оттуда не выбросили ни одной буквы, не добавили ни одной буквы. Мы все как есть вот там прочитали. Просто когда мы это все стали реализовывать на площадке, вдруг... Сейчас как-то стоят декорации этого спектакля. Я могу показать. Да? Ну, можно показать. Давайте. Света хватит или включить? Так, прекрасно все видно. Вот, это декорации из спектакля «Евангелие от Иоанна» или сейчас она называется «Нежданчик по-взрослому». Это карта. Там у нас что, жертвенник или как называется? это колодец. Колодец. Расскажите, что-то я сама рассказываю. Это колодец вот, это у нас голова Иоанна. Да, отрубленная голова Иоанна. Фарисея, Иудея. Трон. Да, ну, трон. Это много уже как бы там и трон, и гора, и многое. Так, но самое интересное это вот здесь. Иуда христианский, Анна, Иисус, Каяфа, зять Анны, и Анна это не женщина. Нет, Анна это первосвященник. Да. Это первосвященник, который 20 лет был первосвященником, с 6 по 16 год нашей эры он был первосвященником, который очень умный человек, который создал целую свою систему поборов в храме. Ну, это как по-паримски. И еще скажите, почему у вас Моисей такой темненький? Ну, потому что он на иконах везде изображен с рогами, он рогатый. И он серый, он. И он серый, то есть он Моисей же принес законы, то есть вот раньше жили люди по конам, а Моисей сказал, что ну, вот еврейский народ мы будем жить по законам. Вы живите там по своим кодам, а у нас свои правила, у нас свои законы. Здесь есть Библия и Каббала. И Каббала. Ну, потому что это все это сифаратическая магия, о чем и говорится, истинная благодать. Но это надо смотреть, это вот так очень сложно понять, что это такое, чего это. Это обязательно всем рекомендую, кто из Днепра, посмотреть этот спектакль. Это будет о чем подумать, философские размышления на тему. Хотя, если кто думает, что оно как-то повлияет плохо на их вероисповедание или не